Мужчина любит женщину, но не готов выражать это на словах или на поступках. Женщина ему говорит, «Эй, если ты меня любишь, скажи мне об этом, дай мне знать, сделай какие-то действия». Это первый вариант отношений между мужчиной и женщиной. Второй вариант – это мужчина, он любит женщину, он хочет ей это показать, но он показывает ей не так, как ей этого хочется, а показывает так, как хочется ему. Так, например, на сорокалетие жены он купил ей набор самых каких-то крутых, дорогих отверток. Женщина, понятное дело, она будет недовольна. «Что ты мне купил? Что это вообще такое? Это мне не подходит». И тогда третий вариант проявления любви мужчины по отношению к женщине. Он покупает на подарок ей какое-то, я не знаю, бриллиантовое кольцо, вау, подарок. Он заходит домой, швыряет на стол и кричит, «Эй, жена, иди, бери свой подарок». Понятное дело, что и здесь наша женщина будет недовольна. «Как ты вообще мне это делал? Мне нужно с душой». И есть четвертый вариант проявления любви мужчины по отношению к женщине. Это когда мужчина, оставив все вот эти вот неудачные попытки, о которых мы только что говорили, покупает хороший стоящий подарок его жене. Украшает этот подарок сопутствия приятными словами и говорит, что она достойна этого подарка и дарит этот подарок жене. Понятно, что она уже так почувствует его любовь, потому что с этим подарком она получила много очень приятных слов и комплиментов. Эту аналогию можно провести и нашей с вами любви с Творцом. Можно говорить, что мы любим Всевышнего где-то там в сердце. Я люблю Всевышнего, но не показывать это ни на словах, ни в действиях. Понятно, что как и в прошлых моих примерах между отношением мужчины и женщины, так и в отношениях наших со Всевышним это не подходит. Дальше мы уже переходим ко второму этапу, когда мы говорим «Всевышний, я тебя люблю, но я буду делать не то, что ты от меня просишь, а то, что я посчитаю нужным, то, что я хочу». Понятное дело, что и здесь Всевышнему это не совсем приятно. Или там следующий этап, третий этап, когда мы говорим «Ага, Всевышний хочет от меня получить вот это вот действие, Всевышний хочет от меня вот такой подарок, я сделаю, но быстро, но у меня вообще-то нет времени» или «О боже, опять я, опять этот шаббат, о боже, опять этот кашут, о боже, мне нужно покрыть голову, а я хочу нескромно». То есть когда мы вот делаем заповеди, но при этом говорим «Блин, ну лишь бы побыстрее, это тоже не очень приятно Всевышнему получать, так как и жене было бы неприятно вот с таким вот отношением получить подарок от мужа». А когда мы в наши отношения с Творцом вкладываем любовь, намерения, хорошие намерения, когда мы говорим, Всевышний, я хочу сделать тебе приятно, Всевышний, я приготовил тебе классный подарок, Всевышний, я с любовью дарю тебе этот подарок, Всевышний, я хочу изучать твою Тору, Всевышний, я хочу распространять твою Тору, Всевышний, я хочу быть вместе с тобой. И вот тогда это получаются настоящие хорошие и качественные отношения между нами и Творцом. И пусть мы будем в хороших отношениях вместе с ним. И если вы поделитесь этим уроком, это будет распространение Торы и распространение имени Всевышнего. Всем спасибо за наш сегодняшний урок и хорошего вечера.